Книга «Открытым оком», тема «Святая Библия», 9-й том, вопрос 2277. В Новом Завете Господь Иисус Христос говорил много притчами. А в Ветхом Завете были ли притчи какие-то аллегорические изречения? Отвечает Игнатий Тихон Челапкин. На фоне новозаветных притч действительно на первый взгляд кажется, что в Ветхом Завете все было расписано до мелочей, просто и понятно. Матфея 13 глава 34 стих. «Все сию Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им». Но когда вникнешь в суть Ветхозаветного, то там было все так зашифровано, что ничуть не яснее, чем в православном богослужении. У Израиля был закон, данный Моисеем, и они думали, что они его досконально исполняют до самой последней мелочи. Иоанна 7,19. «Не дал ли вы Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищите убить меня?» Но Господь их просветил, охладил, что на самом деле они закон этот не исполняют, а только надмиваются, как бы во многих течениях старобрядцев, которые упрекает Никониян за нарушение 100 главого собора, а сами сплошь и рядом нарушают каноны вселенских и поместных соборов и святых отцов. Деяние 7,53. «Вы, которые приняли закон при служении ангелов, и не сохранили». Все жертвоприношения, обряды омовения, очищения были указанием на их подлинный смысл только во Христе. Древние поэты в своих акафистских мемуарах столько тумана напустили, что две тысячи лет не разгадают мудрецы новозаветные. Не хватает ни Аристидов, толкователей, ни Вассальмонов, ни Евсеев, историков, Евсевиев, историков. Чего стоит только несколько стихов из одного псалма Давида. Псалом 73, с 13 по 15 стих. «Ты расторг силу и твое море, ты сокрушил головы змеев в воде, ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни». Эфиопским. «Ты исек источник и поток, ты исушил сильные реки». И читает тысячи лет, миллион раз повторяет эти стихи, совершенно ни буковки не понимая в них. «Знающим закон Моисеев ясно, что для правоверного иудея есть пища чистая и недозвольная. Понятно, что Левиафана, будь то крокодил или кит, или иное чудовище, есть его категорически запрещено. Да и в пустыне эти животные не живут. Так о чем же речь? Если слово «змеи» применять как-то расторжение силы Божьей в море Чорбанного, тогда эти стихи понять можно только по отношению к фараону Египту в сраженных водах. Никакие реки Бог не иссушал, а только мелководный Иордан однажды восстановился при переходе евреев в обетованную землю. Конечно, и здесь нужно понимать силу Божию над потоками врагов. Затаус советует при толковании Псалтери все места, где говорится о врагах, понимать как об исконном враге дьяволе. Исайя, 28 глава, 2 стих Вот крепкий и сильный у Господа, как ливень с градом и губительный вихрь, как развивающееся наводнение бурных вод, разлившееся наводнение бурных вод силою повергает его на землю. Иеремий, 12, 5 Если ты с пешми бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? И если в стране мирной ты был безопасен, то что будешь делать наводнение Иордана? 1 Коринфянам, 13-12 Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, так же лицом к лицу, теперь же знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я поздно. А тогда познаю, подобно как я поздно. Притчи имели очень широкий диапазон, и по-другому к ним обращались пророки и вожди. Число 24-15 И произнес притчу свою и сказал, говорит Валаам, сын Феоров, говорит муж с открытым оком. В притчах, как в баснях, Изопа или Крылова, тот, кому симпатизировал автор притчи, выглядел мужественным и победителем, а противник всегда низвергнутым и осмеянным. Второзаконие, 28 глава, 37 стих И будешь ужасом притчу и посмешившим у всех народов, которым отведет тебя Господь Бог. 1 Царств 24-14 Как говорит древняя притча, от беззаконных исходит беззаконие, а рука моя не будет на тебе. Притчами учили, и в иносказании могли скрыть свои подлинные намерения, чтобы не в раз могли привлечь за оскорбление вельможных. 2 Царств 14-20 Чтобы притчу доделал такой вид, раб твой Иуав научил меня, но господин мой царь мудр, как мудр ангел Божий, чтобы знать все, что на земле. В Ветхом Завете есть даже две книги-притч. Сколько же еще было утеряно, это никак не меньше поговорок, собранных Далем. 3 Царств 4-32 И изрек он три тысячи притчей, и письне его было тысяча и пять. Иу-18-6 Он поставил меня притчей для народа, и посмерщим для него. Цари съезжались и загадывали притчу друг к другу. Это был уже высший форум притч. 3 Царств 10 глава 1-3 стих Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, пришла испытать его загадками. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не было ничего незнакомого царю, чего бы он ни изнеснил ей. В Соломом 48-5 Преклоню ухо мое к притче, на гуслях открою загадку мою. Составлять или даже пересказывать притчи, как и популярные анекдоты, для этого нужен был талант. Притча 26-9 Что колючий терм в руке пьяного, то притчи в устах глупцов. Притчи были настолько узаконенной и негреховной формой научения и обличения, что сам Иегова поощрял избранников своих по учению народа притчами, которые сам же ему и подсказывал. Из Акилии 17-2 Сын человеческий Предложи ей загадку и скажи притчу к дому Израилеву. Ветком завете слово притчи встречается 49 раз. В новом 46 Притча хлестко высмеивала противника, надолго закреплялась в головах простых людей. Стихотворение На помощь Господу, а разве он бессилен? Но иначе, как храбрых отличить? Героев веры От тепло-пассивных, Чьи изукрашенные по стенам мечи. Дух закалить и страх преобороть, Схватившись с недругом тысячекрат сильнейшим. С душой от страха расстается плоть, И страх остаток сил еще уменьшит. Бойцы и мучники Из когорты зрелых Им выстоять досталось на роду, И свалки той не каждый выйдет целым, Удержит символ веры, как редут. Защитники на вас отчизна смотрят, Отечество небесное рассудит, Как патриот, а кто лишь звание портит, Канонизации не тешатся пусть люди. На поле брани столько не явилось, Причислили себя до сону боязливых, Иной без боя сдался, просит милость, У крохоборов алчных и сопливых. Господь на проповедь вселенскую выводит, Он ищет благовестников надежных. В саду заросшем или в огороде Малниеносный меч свернет из ножен. На помощь ослабевших и уставшим Ряды прореженные срочно заполняйте, На целину, не на чужую пашню, Неверующим быть доброй нянькой. Будьте доброй нянькой. От оползней из лоб вбивайте сваи, Пустыню обводнить, создать оазис. В проломы встать Дух Божий призывает Не только юношей, но и вступивших в старость. Для нас свершается посев, полив и жатва, Свершает труд Господь, наш Иегова, И нас зовет на помощь и на завтра, А ныне тех, кто осиян был словом. Игнатий Тихонович Лапкин, 2004 год